Девушки отдыхают Любовь – главное чудо творения, чудо, преображающее мир. Восточные рукописи подарили мне удивительную встречу с настоящей любовью, любовью французской принцессы и блестящего офицера, путешественника, востоковеда. Эта любовь продолжалась целую вечность, почти 60 лет. Я не знаю, какие слова звучали в сердце офицера, когда он остался в этом мире один, но, думается мне, они были очень похожи на пронзительные слова из дневника известного русского литератора. Когда умирает женщина, с которой прожил нераздельно полвека, вдруг забываются последние годы, и она возникает перед тобой во всем цвету молодости, женственности. Забываются седые волосы, и видишь, какая чепуха время, какая это бессильная чушь. Может быть, об этом думал и герой нашего фильма, маркис Лузарш-Дазай, ежедневно повторявший обычный путь к дому возлюбленной, дому, который после ее ухода разрушали у него на глазах. Или когда он нес в Парижский музей свидетельство их любви, созданное в мастерской Фаберже. Орнаменты и миниатюры восточных рукописей послужили вдохновением великому ювелиру. Второй фильм нашей серии о загадке и коллекции рукописей и долгой истории любви двух людей. Для меня эта история началась с крошечной рукописи Корана. В каталоге значилось, что она принадлежала Фаберже. Я задал себе вопрос, зачем был нужен Коран Петербургскому ювелиру. Ответ привел меня в Париж. Второй фильм нашего цикла называется «Восточные Фаберже. Истории любви». На протяжении веков тысячи и тысячи мусульманских художников создавали миниатюры к одним и тем же сюжетам, отображая тем самым перемены во Вселенной. Мусульманская каллиграфия, застывшая музыка, восхищает разнообразием внутренних ритмов, изяществом линий. Громадный инвентарь за 1920 год сообщала передачи десяти рукописей и листов с миниатюрами. Краткие описания уложились в 11 строк. И, как оказалось впоследствии, имели пропуски и ошибки. Девять из десяти рукописей удалось сравнительно быстро найти на полках. А вот где находились один из двух крошенных Коранов и листы с миниатюрами оставалась загадкой. Хорошо помню день, когда на моем столе оказалась, наконец, папка с прекрасными индийскими миниатюрами и образцами каллиграфии. Вскоре разъяснилась и проблема со второй рукописью Корана. Согласно инвентарю, она должна была быть столь же миниатюрной, как и первая. Выбор был невелик, и вскоре, отогнув наклейку с шифром Азиатского музея, я обнаружил запись, сделанную библиографом в 1920 году. В коллекцию Фаберже входит сборник хадисов «Предания жизни пророка Мухаммада». Богато иллюстрированы исторические и биографические трактаты из Персии, Турции, Средней Азии. Знаменитые поэтические сочинения, рассказывающие великие истории любви. Фархаду и Ширию, Маджнуна и Лейли. Подлинное жемчужинное собрание, альбом миниатюр и каллиграфия. Содержание альбома многообразно и воссоздает удивительный культурный симбиоз, характерный для средневековой Индии. Сомкнутые веки, выси облака, воды, броды, реки, годы и века. Здесь можно найти портреты царственных правителей и обольстительных женщин, духовных наставников и решительных воинов. В нем представлены сценки из частной жизни и иллюстрации к известным литературным произведениям. Часть миниатюр связана с особыми сборниками стихов «Рагамала», представляющими различные мелодии в персонифицированном виде. Это своеобразная мультимедиа средневекового Востока. Однако оставалось загадкой, зачем великий ювелир приобрел восточные рукописи. Мое внимание привлекла серия драгоценных портсигаров, часть которых была украшена мусульманскими орнаментами и надписями. Их сопоставление с рукописями выявило явные параллели. Анализ арабских и персидских владельческих записей, дат переписки, показал, что рукописи оказались в Петербурге в первые годы 20-го столетия, тогда же, когда была создана и серия портсигаров. Датировку затрудняло то, что кто-то для продажи пытался искусственно состарить рукописи, регулярно подделывая и затирая даты. Арабские литеры на портсигарах складывались в имя Сесиль. К моему удивлению, в каталогах арабская надпись регулярно переводилась как «Святейшему». Парижский музей сообщал, что коллекция портсигаров поступила в дар от маркиза Лузарш-Дозая. В кварталах вокруг Парижской оперы все дышит фантастической роскошью Второй империи. Рассказывают, что однажды строющееся здание оперы посетила законодательница мировых мод императрица Евгения. Ее гидом был архитектор здания Шарль Гарниер. «Но какой это стиль?» – спросила императрица. «Это не античность, не средние века, не ренессанс. Это Вторая империя, мадам», – ответил архитектор. Так возник этот стиль, стиль опера до Париж, который стал одной из доминант не только этой, но и последующей эпохи и в чем-то синонимом образа жизни, создавая силуэты, диктуя моды и манеры, взгляды и мироощущения. И позднее, в период Третьей республики, и когда началась знаменитая Белепок, обитатели аристократического района вокруг оперы хранили самую сущность этого стиля – роскошь, уверенность, превосходство. Неподалеку от памятника знаменитому префекту Парижа барону Осману начинается небольшая веню Домиссин. Сворачиваешь с бульвара, носящего имя барона, во многом сформировавшего современный облик города. Идешь мимо одного из зданий Французского министерства обороны, мимо аббатства Святого Августина и памятника Жанны де Арк. Проходишь мимо художественного салона, с ласкающим русское ухо названием галерии Трубецкой, и оказываешься в районе парка Монсо. Здесь жили многие из героев Мапасана и Пруста, Золя и Филиппа Эриа. Теперь особняки времен Второй империи облюбованы дипломатическими миссиями. Как ни странно, многое в этом районе связано с Востоком. Здесь, на углу овеню Домиссин и Рюте Херан, название знаковое для нашей истории, стоит неприметный с виду дом, родовое гнездо маркизов Лузарш-Дазай. Архитектором особняка был все тот же Гарнье, автор проекта Парижской оперы. В двух шагах другой дом того же архитектора, строившийся маркизом для своего сына, с учетом перспектив его женитьбы. На фронтоне сохранились фамильные гербы. Элегантно сплетаясь, две большие буквы Л образуют А. Свадьбе не суждено было состояться, и молодой маркиз так и не переехал в готовый дом, который много позднее послужил великолепной декорацией для съемок множества фильмов. Планшон снимал здесь своего латрейка. Здесь работали Франко Зефирелли, Вуди Аллен, Жулавский, Паскаль Тома. Мы можем только гадать о том, что расстроило планы молодого маркиза относительно женитьбы, но дополнительно известно, что в канун нового XX века молодой блестящий офицер встретил женщину, которая стала его судьбой. Оказалось так, что именно эта встреча побудила вскоре петербургского ювелира купить коллекцию восточных рукописей. Принцесса Сесиль Мюра была правнышкой наполеоновского маршала Нея, принца московского. 17-летней девушкой она была выдана замуж за принца Мюра, который приобрел неподалеку несколько акров земли и построил там дом. Сегодня память об этом хранит только название улицы. Дом в 1961 году, сразу после смерти принцессы, был разрушен. Здесь теперь современное здание французской электрической компании. Париж, украшенный на восточный манер, пышно отмечал начало нового века. Мир, удивляясь, глядел на себя в зеркало всемирной выставки. Принцессе тогда было чуть более 30 лет, и она встретила и полюбила блестящего офицера маркиза Лузарж Дазая. Чуть позже, в память об их первой встрече, любящая женщина решила заказать у Карла Фаберже одно из подлинных сенсаций всемирной выставки – драгоценный сувенир, предназначенный для своего возлюбленного. На протяжении многих лет, накануне новогодних праздников, Сесиль заказывала у Фаберже новую драгоценность – серия парсигаров, и рассказала нам историю этой любви. Чтобы выполнить серию необычных парижских заказов, петербургский ювелир купил коллекцию восточных рукописей, которую, волей судеб, оказалась в Азиатском музее Российской академии наук. Вскоре влюбленных ждала разлука. Лузарж Дазай и его друг, граф Арман де Проконталь, получили задания, связанные с исключительно напряженной обстановкой, сложившейся в районе бельгийского Конго. В конце 1902 года молодые офицеры спустились по Нилу до районов, контролируемых бельгийцами. Неподалеку находилась небольшая крепость Фашода, спор из-за которой накануне едва не привел Англию и Францию к полномасштабной войне. Миссия французских офицеров имела деликатный характер. Перед вами фотографии из отчета о поездке. Официально французские аристократы отправились поохотиться в экзотические места. Офицеры-востоковед, геолог и журналист, все те, кто часто и далеко уезжают из дома, хорошо знают, что значит крошечная вещица, переданная тебе женщиной, и улыбка, учащиеся глаза, встречающие тебя на пороге. Драгоценные сувениры сопровождали французского офицера на фронтах в опасных путешествиях, даря воспоминания о любимой, охраняя и приближая встречу с ней. Я знаю, такие вещи это и есть настоящие обереги, как и сама любовь, они имеют магическую силу. Не понять, не сдавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. По возвращении Лузарш Дазай подготовил отчет, посвященный путешествию, вариант которого, снабженный множеством фотографий, был вскоре опубликован. В маленьком парижском баконистическом магазине мне посчастливилось купить экземпляр этой книги с дарственной надписью ее автора. Сисель преподнесла своему возлюбленному парсигар, на крышке которого вновь было помещено ее имя, написанное рабицей, и карта путешествия, выполненная в золоте трех цветов и украшенная бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами. Карл Фаберже, придворный ювелир императора Всероссийского, короля Шведского и Норвежского, короля Великобританского, короля Сиама, за свои работы был награжден множеством российских и иностранных орденов, золотыми медалями Всероссийской и Всемирной выставок. Среди культурных пластов, в которых мастера и члены семьи Фаберже черпали вдохновение, были ампиры готика, возрождение искусства Франции XVIII века, искусство Китая и Японии, Арабского Востока, Персии, Индии. Стиль дома Фаберже основывался на продуманной ассимиляции исторических стилей, обогащенных русским чувством, легкостью, элегантностью и виртуозностью исполнения. Несомненно, что для большевиков фигура Фаберже была в высшей степени одиозной. Придворный ювелир, создававший безумно дорогие безделушки для международной знати, был одним из символов того мира, которому была объявлена беспощадная война. В марте 1918 года Фаберже тайно уезжает в Ригу. Перед вами охранное свидетельство, выданное Фаберже германским генеральным консульством. Сыновья ювелиры остаются в России для ликвидации дел и вывоза состояния за границу. Значительная часть ценностей, которыми владела семья фирмы Фаберже, хранились в Петроградском доме на Большой Морской, где размещались магазины, мастерские и квартиры Карла Фаберже и его сына. В марте 1918 года Фаберже сдает свой дом в аренду швейцарской миссии. Фаберже попросил принять на хранение чемоданы с вещами семьи и саквояж с драгоценностями. Однако в результате целой серии налетов и обысков драгоценности исчезли. Были изъяты также вазы, камнерезные фигурки, бронзовые китайские статуэтки. В мае 1919 года властям удалось вскрыть особый бронированный сейф-лифт в доме на Большой Морской. Его содержимое также было конфисковано. На форзацном листе одной из рукописей Фаберже сохранилась последовательность цифр и букв, которые не может быть каталожным номером. Запись скорее напоминает шифрограмму. Возможно, это одно из свидетельств попыток семьи Фаберже сохранить ценности от реквизиции. Вскоре после революции советское правительство в поисках средств, остро необходимых в условиях разрухи и войны, пошло на продажу за рубеж произведений искусства. Часть конфискованного распределялась по российским музеям. Так, восточные рукописи Фаберже оказались в академическом собрании. В кровавом хаосе, охватившем Россию, Академия наук и ее ученые делали все возможное, спасая для страны памятники и документы, имеющие культурное и научное значение. О том, в каких условиях работали ученые, красноречиво свидетельствует акварель современника событий, художника Вахромеева, а заглавленная академике в очереди за пайком. Париж Мы вернемся в Париж. Влюбленным Бог дал совсем непростой век. Один из портсигаров содержит на своей крышке насечку со всем послужим списком вузар-ждазая, боевого офицера, участвовавшего в важнейших клоняальных кампаниях и главных битвах Первой мировой войны. Кавалера Ордена Почетного Легиона, множество других наград. Другой портсигар – поздравление нашего героя с заслуженными орденами. На третьем – вновь главные битвы Первой мировой на фоне французского флага. Это – военная биография нашего героя, которая совпадает с содержанием его личного дела, обнаруженного в одном из французских архивов. Список на портсигаре заканчивается высадкой на русском севере, в Мурманске. Французы появились там ранней весной 1918 года. Совпадение дат. Именно тогда Фаберже был вынужден оставить Петроград и перебраться в Ригу. На этом заканчивается серия из 17 портсигаров Фаберже. Но продолжалась любовь. Теперь принцесса обратилась тем же заказом к Ортье. Среди портсигаров новой серии один посвящен 20-летию любви наших героев. Каждый из портсигаров как-то связан с важными событиями в жизни принцессы Сесиль и Лузарж Дазаи. Это своеобразная летопись их отношений. На одном из портсигаров прогулка мужчины и женщины в лесу. Их карета. Это, по-видимому, их первая встреча. На три монограмма с датой. В Парижском архиве удалось найти стихотворение, посланное маркизом своей возлюбленной, в годовщину их первой встречи. Прекрасно верь, спустя лет восемь мне прошептать, я вас люблю. О, моя радость, сердце просит, стукрат я это повторю. О, корни вольны и сомнения, погасит глаз любимых свет. И будет радость возрождения, безумной страсти прежних лет. Другой портсигар имеет тайник, в котором можно обнаружить портрет принцессы. На третьем нотная строка, значимая для обоих. В строку вписано имя Сесиль. Невероятные параллели, звучащий портсигар и звучащие миниатюры из драгоценного альбома. Эти люди прожили долгую жизнь. Маркиз, блестящий светский человек и замечательный охотник, один из основателей моды на африканской сафари, завсегдатый лучших парижских ресторанов и закрытых клубов, запомнился многим, как покоритель женских сердец. Именно таким предстает он на дружеском шарже, выполненном известным парижским художником. Принцесса была личностью незаурядной. Как мне рассказали в Париже, она много путешествовала, побывала в Африке и Китае. Приходя к ювелиру с готовой идеей каждого из портсигаров, она не жалела средств на осуществление своих проектов. В 1932 году она вдовела. Еще и сейчас, парижане, много лет живущие в районе площади Мессин, помнят пожилого Маркиза, который каждый день отправлялся к своей возлюбленной. Она умерла в 1960 году. Он скончался в полном одиночестве двумя годами позднее. Сухой акт, составленный посторонними людьми, свидетельство смерти одинокого офицера. Сразу после смерти Сесиль, Маркиз передал музею несколько портсигаров. Остальные поступили туда через два года. Серия изумительных портсигаров, созданных в мастерских в Аберже, с использованием мотивов, взятых из мусульманских рукописей, стала удивительным памятником любви этих людей. Это история встречи, разлук, улыбок и слез, объятий и одиноких вечеров. Я продолжал свой поиск восточного Фаберже. Вскоре выяснилось, что в Эрмитаже хранится арабская бронза и восточные ковры, конфискованные на даче ювелира. Не только Карл Фаберже, но и Луи Кортье и Андре Вевер владели коллекциями восточных рукописей и миниатюр, которые вдохновляли их на создание подлинных шедевров. Замечательные художники вряд ли понимали всю глубину древних традиций, которые лежали в основе образцов восточной миниатюры из их собраний. Но глубина и мощь этой традиции, своеобразная энергия красоты, вдохнули жизнь в серии выдающихся произведений ювелирного искусства, привнесли в них особую, завораживающую красоту, знаменующую собой единство творческого начала Востока и Запада. Истории Фархада и Шерин, Маджнуна и Лаилы, офицера и французской принцессы столь различны и так похожи. Сегодня, когда вновь и вновь предпринимаются страшные попытки столкнуть друг с другом две великие цивилизации, помнить об этом особенно важно. Я иду по Парижу, удивляясь тому, как недавно произошло то, о чем мы вам рассказали. Ведь, кажется, все это было Бог знает когда. Билипок, колониальный дележ Африки, Первая мировая революция в России. Если бы меня трехлетним мальчиком привезли в Париж, то, гуляя с мамой по осеннему парку, я мог бы встретить старика, который, по рассказам, хорошо помнил знаменитого Шарля Гарнье, строившего для него дом. Старик с военной выправкой и длинной тростью ежедневно в один и тот же час шел на свидание к своей возлюбленной. Позднее, в одинокие вечера, он смотрел на огонь, держа в руках зримую память о своей любви. Ювелирное чудо из далекой России, где написано столько стихов о встрече и разлуке, а любовь умеет создавать обереги, хранящие в бою. Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь не раздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем. Время абсолютно, но вспомним слова русского писателя, которыми мы начинали этот фильм. Какая чепуха время. Какая-то бессильная чушь. Особенно, когда речь идет о настоящей любви. Виноградную косточку В теплую землю зарою И лозу поцелуи Спелые грозди сору И друзей созову Любовь в свое сердце настрою А иначе зачем На земле этой вечной живу Собирайтесь, гости мои, на мое угощение Говорите мне прямо в лицо Кем пред вами слыву Царь небесный пошлет мне прощенья За прегрешение И иначе зачем На земле этой вечно живу В темно-красном своем Будет петь для меня моя дали В черно-белом своем Преклоню перед нею голову Не заслуживайся И умру от любви и печали А иначе зачем На земле этой вечно живу И когда заклубится закат По углам залетая Пусть опять и опять Предо мною плывут на его Синий буйвол и белый орел И форель золотая А иначе зачем На земле этой вечно живу Синий буйвол и белый орел И форель золотая Иначе зачем На земле этой вечно живу Синий буйвол и белый орел Синий буйвол Синий Буйвол